Ну ты там скорее еще, если чё, там подбрались. А что я всё... Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас необычный ролик. Вот она, кстати, моя рука, чтобы доказать, что это действительно я. Да, действительно моя рука. Вот так выглядят действительно мои руки. Я понимаю, что их, в общем-то, вы, очевидно, раньше не видели, но вот они выглядят именно так. Но ролик не об этом. Но ролик не об этом. Сегодня со мной, кстати, моя очаровательная помощница. Да, продемонстрируйте руки. Очаровательная помощница, да. Тут две пары рук, чтобы было видно, что это на самом деле не только мои руки. Ю-ху! Со мной очаровательная помощница, и мы откроем луткейс, промо-луткейс от lootcase.ru. Что это, кстати? Ну, это некий набор случайных предметов, насколько я понимаю. На самом деле, я расскажу большую предысторию. Ко мне обратились представители lootcase.ru. Предложили, собственно, это сделать. То есть, меня заинтересовало то, что это blindbox. Это blindbox. Моя очаровательная помощница является специалистом по blindbox'ам. Оу! Да, специалистом по blindbox'ам со стажем. Что ты можешь сказать вообще, в принципе, о blindbox'ах? Blindbox'е – это такая вещь, которую ты покупаешь и совершенно не представляешь, что там может быть внутри. Только, знаешь, интрига и ожидание сюрприза. Да. Это самое лучшее в них. Ты знаешь, как бы, получается, весь ассортимент, да? Да. То есть, ты знаешь, что там может окажется. Что там может быть, но что именно не знаешь. Но ты не знаешь, что там окажется на самом деле. То есть, ты знаешь диапазон того, что там может оказаться. Но на самом деле, как бы, ты видишь коробочку или что-нибудь там. Ещё или тот же самый яйцо, каким-то сюрприз. Ты же не знаешь, что там 20 лет назад мог тебе выпить динозаврик. И это было чудесно, у меня были динозаврии, да, динозаврии. В общем, вы все знаете на самом деле, что такое Planetbox, даже если не знали, что это так называется. Вот, и вот Lootcase.ru обратились ко мне, я подумал, а почему бы нет на халяву-то? Почему бы не открыть промо Lootcase-ик такой? Давайте, собственно, уже посмотрим, что там внутри. Шикарная коробочка, кстати, очень удобная. Самое клевое на коробочке, наличие ручки. Реально, получаешь эту коробку, получаешь коробку и прямо при помощи ручки ее несешь. Отлично, а там нет, там нет, все нормально. Давайте уже откроем. Господи, не так волнуемся, что же там внутри. Ну, почему ты так быстро на камеру показываешь? Нет, мы будем постепенно. Все, на камеру не видно? Отлично. Ну ладно, что-то так в кадре оставалось. И что же у нас в промо-коробочке от Lootcase.ru? О боже, я так волнуюсь. Для начала, для начала мы видим, судя по всему, майку. Да? Давайте посмотрим майку где-то. Определенную. Слушай, она определенная. Это футболка. Шикарная черная футболка. Так, чтобы в кадр попала. С демоном. Я, кстати говоря, не являюсь специалистом по думу. Но я думаю, что такое этот демон. Выглядит очень демонически. Вот. Достаточно хорошая футболка. Да? Мне понравилось что-то блестящее. Написано. Made in Узбекистан. Мне кажется, это о чем-то говорит Маид в Узбекистан. Так, давайте дальше возьмем. Ну, давай. Готов-ставим. Красиво лежать. Стопочкой. Стопочку. Будем выкладывать. Красота. Так. Теперь тут у нас... Кстати, нужно сразу отметить, что это именно промо-коробка. Ее содержимое. Оно будет отличаться от того, что... От того, что получите. От того, что в настоящих коробках. От того, что наверняка получите вы. Кто-то лежит. И я так поняла, каждый месяц у Lootcase новая тематика. Вот в сентябре, например... Какая там мы смотрели тематика? А, в сентябре это... Сталкер. Господи, вот это второй, да. Сталкер. Сталкер. Ну, самое блевое Фоллаут, да. Ну, там помимо Фоллаута, там еще будет Метро, конечно. Сталкер, Метро и Фоллаут. Все то, что мы знаем и любим. Ну, я, честно говоря, конечно, Сталкер. Сталкер я не люблю. Можете клянить меня за это. Но я очень люблю Фоллаут. А это августовский выпуск. Здесь Бладборн, Дум и... Да. Бладборн и Дума. Они, конечно, и видимар еще. Не, значит, это и юрский набор. Да? Ничего себе. Ну, хорошо, ну, хотя бы юрский. Собственно, вторая баечка, она представляет себя... Она посвящена Бладбору. Вот мы видим. Отличная картинка. Эмочка. Мой размерчик. Можешь носить. Могу. Я мою. Господи. Можешь. Шикарная вещь, я считаю. Так, что тут у нас? Приятная на ощупь. Приятная. Да, мы его потрогаем. Ну, кстати, да, хорошая. Это... Это сумочка с Ведьмаком. Да. Сумочка с Ведьмаком, посмотрите. Посмотрите. Шикарная вещь. Шикарный мужчина. Мне кажется, благодаря этому уже... Шикарная картинка. Благодаря этому я у тебя ее отожму, пожалуй. Ну, все. Смотри, у нее здесь длинный ремешок. Не успели открыть, и меня уже отживают. Он удлиняется за счет вот этой ерунды. Я постоянно забываю, как она называется. Есть молния. Есть внутреннее пространство, ничего себе. Да, отделение, да. Внутреннее пространство. Ну, все, ну, как бы... Отличная сумочка. Она, правда, маленькая, но кошелек с собой носить. Посмотрите на эту сумочку. Я ее тоже вижу в последний раз, да. Потому что моя прекрасная помощница ее забирает себе. От жала. Почему бы нет? Она достойна... Ну, кстати, клево, на самом деле. Мне нравится. Потому что... Слушай, ну, она так это... Она выглядит так, как будто не сотрется. Хочется, я верю. Прям хорошо. Что у нас тут дальше? Это подстаканник. Это подстаканник. Слушай, пользуешься подстаканником? Теперь начну, очевидно. То есть я... Это на самом деле... Я не буду пользоваться этим, там, для... Так, давайте перевернем. Подстаканником. Тут у нас ДУМ. Подстаканник ДУМ. Подстаканник ДУМ. И подстаканник ВИЧЕР. ВИЧЕР-3 подстаканник. Я буду... Мы все любим чай пить за компьютером, да, ребят? Ну, как бы, очевидно, любим чай пить за компьютером. Теперь мне будет на что поставить кружку с чаем, когда я пью за компьютером. Кстати, мне нравится. О, вот этот вот. Я так обожаю. Пробка, она, по-моему, называется. Вот этот материал. Да, да. Он самый. Да, мне нравится. Все. Я буду этим пользоваться. Страшно все. Я знаю, что ты очень ревностно относишься к сохранности мебели. Ну, да. Ты практически Моника в этом. Да. Поэтому подстаканники это то, что тебе нужны. Ну, знаешь, что, единственное, что... Мне будет жалко ставить на эти подстаканники кружки. Ну, ты их будешь вот так вот переваривать. А, точно. Не, я говорю, знаешь, я, конечно, куплю себе обычные картонные подстаканники. Буду ставить на эти подстаканники и пользоваться. Вот. Отлично. Вот так вот. Вечера. Ну, смотрите. Подстаканники, судя по всему, остаются у меня, к счастью. Вот. Сумочку у меня прекрасная ассистентка отожмет. Подстаканник вечерю не заинтересовал. Она не относится так ревностно к сохранности мебели, как я. Вот. Ну, давайте дальше. Вот то, что мне реально нужно. Это коврик для мышки. Прекрасный коврик для мышки. Ведьмак. Очень много Ведьмака, кстати. Что они, может, не радуются? Да. Мой, как раз, коврик для мышки. Я не буду его сейчас показывать, чтобы не нужно было повышать возрастной рейтинг данного видеоролика. Вот. Поэтому просто скажу, что вот этот коврик, он отправится напрямую под мою мышку. Вот. Мягенький такой. Мягенький такой. Ну, фу. Слушай, он такой прям резиненький такой. Да, он не будет скользить. Да, хорошо. Слушай, мне нравится. Мне нравится. Всё. Берём прекрасный коврик. Заверните. Заворачивайте два. Так. Дальше у нас... Наклеечки. 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 Так. Я сейчас поближе к камере построюсь. Наклеечки Bloodborne. Так. Наклеечки Bloodborne. Ну, я, честно говоря, в Bloodborne не играл. Но, очевидно, это некие персонажи или, может быть, часть концерт-арта связанного с игрой. В общем, вот они персонажи, которых можно было вероятно видеть в Bloodborne. Вот. Или, может быть, они в количестве шести штук и одной надписи. Ой. Персонажи в количестве шести штук и одной надписи. Наклейки в количестве семи штук. Вот. Вот. Вот так. Всё. Идут на коврик прямо. Можно, кстати, на холодильник приклеить. Это магнитик. Вот, кстати, тоже. Вторая вещь, которая может пойти на ваш холодильник. Замечательный магнитик с геральтом. Вот. Много на немокацию жампун. Это не тот же самый? Да. Это тот же самый. Смотрите. Смотрите, смотрите. Это прямо набор. Оп. Это сет. Это сет, ребята. Это сет. Ну, так как это сет... Да. А, ну, я понял, наверное. Так как это сет, конечно же, он... Ну, как это. Плохо разделять семью. Вот. Они должны остаться вместе. Вот. И что у нас тут остается? Остается у нас тут... Пара значков. Пара значков. Причем, давай-ка мы даже сразу... Я даже вижу, что это за значки это. Да. Это значки Doom и Bloodborne. Так. Оп. Значки, которые, в принципе, соответствуют майкам. То есть у меня тут... В моем промо-наборе, содержание которого, кстати, отличается от тех наборов, которые... Ну, как мне рассказали, у меня некий специальный промо-набор, в котором, ну, там что-то такое базовое, да, чтобы мне было просто что показать и рассказать. А в реальных наборах там все гораздо интереснее. И самая, конечно, фишка в том, что полный рандом. Я, кстати говоря, задавал вопросы по почте, как работает их рандом. Меня убедили в том, что у них есть специальный скрипт, который работает полностью случайным образом. Я спрашивал, а как там насчет человеческого фактора, типа, не могут ли подтасовать. Нет. Они утверждают... Ребята из lootcase.ru утверждают, что у них все прям по чесноку. Ну, кто я такой, чтобы не верить? Ну, причем надо, наверное, сказать, что содержимое lootbox'а равняется минимум 2000 рублям. Ну да, учитывая, насколько сейчас стоят майки, мне кажется, одни бы эти майки... Ну, такую майку по 3000 за полторы-то можно сделать, но поскольку, что тут ассортимент гораздо больше... Смотрите, как чудесно. Вы просто выигрываете. И сразу значётик бак в лотбом. Ну, я, конечно... Я бы сейчас попытался прицепить значок думок к сумочке третьего Ведьмака, но я думаю, что потом просто за кадром, да, моя прекрасная ассистентка мне как бы устроит расплату. Что можно ещё сказать вообще? Что ещё можно сказать? Это что предметы в lootbox'ах делятся на обычные, я посмотрела, редкие, необычные и легендарные, так называемые легендарные, самые большие по стоимости и... Как выбрать. ...реже всего встречаются. Но! Но! Там же было в lootbox'ах несколько... Нет, lootcase. Почему мы их в lootbox'ах называем? По старой памяти. Привычки. Да, старые люди. Есть несколько разных lootcase'ов с разной стоимостью. Фишка их в том, что там в каждом lootcase'е разное количество предметов и разные шансы выпадания редкости предметов. Соответственно, чем круче lootcase, который вы решаете приобрести, тем больше в нем предметов и тем больше шансов получить что-то... Более редкое. Да, это всё равно что в дьявле легендарочку выбрать, выбить. Вот. Ну что, вроде бы мы, в общем-то, рассказали практически обо всём, о чём хотелось рассказать. Так что... Нужно ещё раз напомнить адрес сайта, это lootcase.ru. Нам выслали всё это на халяву, поэтому надо светить брендом. Надо обязательно светить брендом. Давайте так, секундочку. Плохо видно. Вот, вот. Lootcase.ru. Да. Так. Оставляем комментарии с хэштегом «Лемминг продался». На самом деле просто за халяву, почему бы не снять видеоролик, ребята. Ну причём реально хорошие вещи. Не, кстати, мне понравилось. Вот я... Что такого? Майку я, конечно, в театр не надену с брендбордом. Хотя смотря на какую постановку. Ну на работу сходишь? Ну на работу схожу, да. На работу в маечке схожу. Пускай пацаны завидуют. Пускай пацаны. Особенно думака. Не, блендбордом, я думаю, больше будут завидовать. Хотя не факт. Вот, когда дум будет выходить, тогда, короче, я буду в майке думака ходить. Да. Вот она будет завидовать. Ну а сумка «Витчер» это просто, мне кажется, как бы будет, я не знаю, гвоздь программы. Просто гвоздь программы. Просто гвоздь программы. А магнитик, он займёт, очевидно, почётное место на холодильнике, я уверен. Может быть, я тебе даже его сказал. Ах, боже мой. Это будет только премьерный и магнитик на холодильнике. Премьерный и магнитик на холодильнике. Хорошо. Ну, подстаканнички ещё. Такая прелесть. Ну так что, что можно сказать? Ну вот кейс.ру. Хорошие ребята. Промо-коробочка. Ну хочется верить, что хорошие ребята. Ну а что плохие? Они меня выслали на халяву эту коробочку. Сказали, открой, посмотри, запиши. Я открыл, посмотрел, записал. Надеюсь, вам это было интересно. Спасибо всем, кто посмотрел. Для тех, кто заинтересовался, как всегда, все ссылки в описании. На этот раз ссылка будет ввести не на страницу в стиме для какой-то игры, а на сайт, который, собственно, посвящен всему тому, что вы сейчас здесь наблюдали. До свидания. 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 До свидания.